По благословению святейшего патриарха Кирилла в Читу прибыл образ древнего московского списка Казанской иконы Божией Матери. Поклониться лику Богородицы пришли сотни четинцев, а еще помолиться о победе, как и более 400 лет назад, это делали Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский накануне освобождения Москвы. К святому лику Богородицы обращаются с мольбой исцелить телесные и духовные раны, помочь в решении жизненных проблем. Главное – это крепкая вера в чудотворный образ Божьей Матери. Божья Матерь посетила нас. Молимся сегодня перед ее образом о том, чтобы Господь помог победить все трудности, все проблемы, которые сейчас у нас есть. Нет такой, наверное, просьбы, которую Божья Матерь бы не услышала. Нужно крепко верить, что Божья Матерь может помочь. Утро воскресенья началось с масштабного крестного хода. Четинцы прошли по улицам города с молитвами о тех, кто сегодня защищает Родину на рубежах Донбасса. Люди, как и 500 лет назад, верят, что Мать-Защитница обязательно их услышит и заступится за тех, кто сейчас нуждается в ее помощи. Самое главное – победы. Это очень важно. Тем более, по иконе молились сам Пожарский, Сменину. Это большой праздник как для Забайкалия, так и для России в целом. Мы должны молиться о нашей победе. Победа нашей России, конечно. А почему именно ее? Больше всего хочется. Здоровья, чтобы не было войны, чтобы люди мирно жили. И воины наши были живые, вернулись к нам домой. Участие в крестном шествии принял и глава региона Александр Осипов. Сейчас такое время, когда огромное количество наших соотечественников и наших земляков, забайкальцев, находятся на специальной военной операции. Им нужна помощь. На фронте, как говорят, нет неверующих. Их семьям нужна помощь. Нашему краю многим людям нужна помощь. Хорошо, радостно то, что икона находится на нашей земле. А далее святыня вновь отправляется в путь. На очереди Улан-Удэ, Красноярск и Кемерово. А 4 ноября, в День народного единства, реликвия вернется в Москву. Эльша Цафаров, Даниил Батвинский, Владимир Николаев. РТК Забайкалье.